И так у нас в эфире время талантов И у нас в гостях очередной интересный талант Добрый день, представьтесь, как вас зовут Или даже можно говорить тебя, наверное Меня зовут Павел Циброш Хорошо, Павел, и чем ты занимаешься, в чем заключается тот талант? Я занимаюсь музыкой уже несколько лет Играю в группе во второй славянской церкви Также занимаюсь музыкой дома И нахожу время на гитаре поиграть, спеть песню А на чем ты играешь? На гитаре играю, и также имею на фону тоже могу чуть поиграть И как давно? На гитаре, когда мне было 15 лет Это 6 лет, значит, полностью 6 лет играю 6 лет, и получается уже достаточно долго Судя по тому, что борода уже растет, значит, долго Не 6 лет, а 6 лет играю полностью А, 6 лет только играешь, я понял Ну и так у нас конкурс талантов, получается В чем именно ты считаешь заключается твой самый большой талант? Не конкурс талантов, а время талантов, я прошу прощения Я нахожу время, чтобы не только петь песни, которые уже были спеты А ты еще сочиняешь, да, песни сам? Да, сочиняю песни тоже В Ташкенте Наверное, очень давно это было Да, мне всего лишь было 5 лет Когда ты родился? Когда я сюда приехал Мне было 5 лет, когда я родился И значит, твои родители, они переехали сюда из Узбекистана, когда тебе было 5 лет Да, это правда Поэтому тебе немножечко сложновато по-русски говорить Поэтому, наши дорогие радиослушатели, вы уж не обессудьте и не огорчайтесь На нашу дорогую процветающую молодежь, потому что им легче все-таки на английском говорить, да? Что вполне логично, все-таки мы живем в англоговорящей стране Да, так что давайте, учите тоже английский И получается, вот у меня есть информация такая, что ты, кроме всего прочего, еще записываешь свои песни, правильно? Насколько у тебя предпочтенность композиции, записи? Всего лишнего пока много записей, но сегодня я принес У меня всего лишь много Я сегодня принес две записи Первая песня, это мой дядя сочинил, называется «Дождь» И она оригинальная песня, там говорится много о Христе, о разных... А вот главный вопрос, наверное, который стоит озвучить сейчас Твое творчество больше связано именно с церковью, с христианским движением, правильно? То есть христианская музыка, христианское исполнение, христианские тексты Ты не светскую музыку исполняешь, правильно? Ну, вообще-то я не только христианскую песню, как сказать, сочиняю, даже пою, а разно бывает, знаешь, мне очень нравится, как эстрадные песни, как даже сейчас современные... Ну, к примеру, темы назови, на какие темы ты еще поешь? Like a jazzy, like a jazzy kind of feel, мне тоже еще нравится, как... Любишь джаз, значит, я перевожу сразу Да, люблю, и как его, мне очень нравится, как Frank Sinatra, такой стайл, или Michael Bublé, мне нравится Ed Sheeran только сейчас начинает петь Ну, песни в основном о любви, да, наверное? Да, это американские песни, да, больше о любви нравится Значит, ты на свадьбах где-то их исполняешь, нет? Я, нет, не исполняю их на свадьбе Окей, а у меня такой вопрос, в развитии твоего таланта участвовали родители твои? Да, мой папа уже много лет тоже пишет, как его, песни, играет на гитаре Ну, вот, к примеру, ты был вот маленьким мальчиком, да, и вот папа говорит, давай, занимайся, пой, или там, играй на гитаре, или... Мама была такая Гоняла, например, ты, наверное, не хочешь там учить какие-нибудь этюды? Да, я вообще-то начал сначала фану играть, и моя мама заставляла меня, постепенно-постепенно я от этого убегал Но сейчас я это очень... Жалеешь, наверное? Жалею, да Так ты молодой, ты можешь еще наверстать Всего лишь пару лет, и все, и ты вот, маэстро Все равно, хотелось бы уже это было знать А что вообще... чем вообще для тебя является пение? Ты просто поешь, или для тебя пение – это нечто большее? Пение мне очень нравится Я не скажу, что я самый из лучших, как сказать, певцов, но мне очень нравится, когда, как сказать, разные стили в пене Именно, именно как современная, как сказать, да, объясни немного, как эстрада, голоса, они не слишком, как опера It's not really an opera style, it's more... Более эстрадный стиль, да? Да, эстрадный стиль, это самое, как моя... Понятно Ты не переживай, все хорошо Все хорошо Все хорошо, не переживай, сейчас мы послушаем, как ты еще поешь Вживую А давайте мы именно это сделаем Правда, не вживую, да у нас в записи есть композиция Я пошутила А то он уже так напрягся, боится уже Вот, и сейчас мы эту композицию послушаем Дождь, дождь играет на крыше Дождь, дождь его только слышу Дождь, дождь в душе моей, дождь Что ты ждешь, что споешь Дождь, дождь меня настигает Дождь, дождь мне песня певает Дождь, куда ты ведешь И зовешь Теплый дождь Я зову тебя, не отвечая В страну любви Где нет печали Там, где жизнь моя другою станет Над тем крестом, где кровь стекает А тем крестом Христос, где умирает Дождь, дождь сейчас только понял Дождь, дождь, что жизнь Божья воля Во всем Чтобы жить лишь в одном Только в нем Со Христом А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в эфире программа «Время талантов» И у нас в гостях Павел Цыпруш, музыкант, поэт, композитор, гитарист и пианист Вот такой целый набор положительных качеств, талантливых моментов, талантливых сторон его, как говорят в английском языке, bright personality Это на русском языке так говорят Паш, ну мы послушали, как ты поешь, у тебя замечательный голос Правда песня грустненькая такая, про дождь была, а что-нибудь повеселее ты поешь, исполняешь? Мне вообще-то нравятся очень минорные песни, именно минорные Минорные? А вот почему именно минорные? Вот тебе нужно где-то жить в Сиэтле, потому что там вечно осень Именно эмоционально, да, потому что когда ты слушаешь слишком, знаешь, мажорные песни, да, они веселятся, все хорошо, все хорошо, но нету никаких эмоций таких, как сказать, глубоких Ну глубоких я считаю, что нету, когда вот в минорные песни она заставляет, чтобы ты думал поглубже и, знаешь, разбивал свой мозг, вот это мне нравится, что она именно твой как сердце трогает минорные песни Ну, наверное, смотря какие там слова и смотря как написано, да, песни? Я бы даже сказал, сама мелодия, она берет, как-то тронет, знаешь, может тронет, я даже, знаешь, остальные песни, не знаю, как Моцарт, они вообще-то были как в мажорном стиле, минорном стиле, извиняюсь, да И это более эмоционально для меня Окей, Паша, у меня следующий вопрос, скажи, пожалуйста, ты любишь сам петь или ты где-то с группой выступаешь постоянно? Вообще, где тебя можно услышать, там, может, у тебя концерты какие-то есть? Мы сейчас все сразу же пойдем к тебе на концерт Приходите С плакатами Паша У меня есть группа, нет у нее пока еще имени, но мы играем А ну-ка, давайте придумаем Во второй славянский, мы каждый месяц играем, у нас есть очередь, мы раз в месяц играем во второй славянский, в молодежной программе На чем ты играешь? На гитаре? Я на гитаре играю, да, и пою большинство в том Вокал у тебя, гитара и вокал? Да Иногда даже на гитаре слишком не играю, так просто вокал Потом у меня есть мои другие, как сказать, братья, все, все, кстати, all boys band А, все парни у вас, да? Все парни, да Мы прослушали сейчас твою композицию, там было, получается, музыкальное сопровождение в качестве гитары, это ты играл сам? Да, ты сам играл эту гитару Ты обычно играешь вот по аккордам просто, или у тебя есть возможность играть и целую, как это называется, по позиции? Соло такой, соло Бывает, что так, сыграем какой-то соло, а в большинстве, мне нравится, lot of strumming, перебором играем Да, ритмом, да У нас есть солоиство, почему солои здесь есть в нашей группе, он занимается этим Понятно Вы слушаете новое русское радио на волне 14.30 AM в Сакрамето, 10.10 AM, русское радио 7 в Портленде И у нас сейчас в эфире программа «Время талантов» и в гостях у нас Павел Цыпруш, талантливый музыкант, композитор, гитарист и пианист И мы продолжаем наш разговор с Павлом Здравствуй еще раз, Павел Паша, скажи, а у тебя есть какая-то мечта вообще в жизни? Вот интересно, вот о чем мечтают сейчас молодые люди? У меня мечта, чтобы просто было все хорошо в жизни Нормальная мечта, давай поглубже, думаем, думаем, Паш Ну, моя мечта это быть в каким-то музыкальном, сказать, категории, хочу, чтобы была моя жизнь, особенно было в music world Потому что я забыл, как сказать, тоже сказать, что я не только занимаюсь, вот, как сказать, акустик, а электроны тоже Я в студии тоже, как сказать, делаю свои музыки, как сказать, там, электроны Типа как диджей? Рака-рака? Типа такого, да, есть такого стайла Мне нравится быть очень открытым к каждому стайлу в музыке Ну, я понимаю, но все-таки расскажи свою мечту, через десять лет, где ты себя видишь? Ну, окей, женатый, с детьми, ну, это как бы банально и понятно Ну, это верно, ну, сейчас я хожу в школу, в колледж, я хожу, я хочу быть, называется, nuclear technician, nuclear medicine technician, это имя, it's like radiology Ты по медицине, ты по медицине пошел, а значит, музыка, это у тебя хобби Это есть хобби, да Ну, ты хочешь развиваться и хочешь, как бы, музыкой и зарабатывать эти деньги, да? Да, но если музыка, как сказать, полетит, будет все нормально в музыке, я, наверное, все брошу и только буду музыкой заниматься Ну, а развиваться где ты? В Голливуд хочешь поехать или где-то по месту? Было бы хорошо В Голливуд? Я бы тебе не советовала туда даже всуаться, если честно Ну, я не знаю, сначала я хочу, чтобы все было как в церкви, если наша группа будет больше, поглубже, все будет нормально в церкви, тогда я буду стремиться больше к этому И это, как сказать, цель моя Скажи, музыка, это твое служение? Это есть мое служение, да Как ты к этому пришел, что именно это твое служение? Я разные служения, сказать, участвовал, я был и лидер группы «Ованы», мне такой был, мне был свой класс, я также и проповедовал, но, к сожалению, все, как сказать, не число, что это было мое, как сказать Значит, а музыка, это твоя сильная сторона, да? Да, мне она очень нравится, музыка сама У нас в студии человек, который не закапывает свой талант, который живет своим талантом, для которого музыка, как он только что сказал, это все, ему она нравится Это Павел Сыпруш, здравствуй, Павел, еще раз И у меня к тебе вопрос, когда у меня начинается творческий процесс, я тоже люблю писать музыку и стихи, оно бывает по-разному Бывает, когда тебе это все приходит внезапно, и ты это вот так вот сел и записал, а бывает, что вымучивается Вот часто, признаюсь, у меня бывают вымученные вещи, но, получается, как мне кажется, довольно неплохие Как у тебя это происходит? Ты вымучиваешь, состраданиями у тебя происходят роды этого твоего творчества, либо легко? Я бы сказал по-разному, иногда просто я сижу в машине и какую-то песню слушаю, и из ничего просто какие-то слова начинают мне тоже приходить И из этих слов я как-то строю песню какую-то, а бывает, что просто ночью сижу там с пацанами, знаешь И просто так раз, такой эпифоний И раз, да, выхожу из комнаты, гайс, бай-бай, я пошел песню писать Перемкнуло человека Извиняю Лучше это в ночное время работает или в дневное все-таки? Я бы сказал в ночное, да В ночное Ну вот он эмоциональный человек, для которого дождь, погода и ночь имеют свое значение и помогает творчеству Давайте послушаем песню, еще одну песню в исполнении Паши, вот, и прямо сейчас она звучит для вас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда ты записываешь песню, у тебя есть чувство волнения? Ты переживаешь, волнуешься, когда ты выходишь на сцену? Да Каждый раз? Не каждый раз, но а почему бывает, что нет этого переживания? Знаешь, мне кто-то такое сказал Когда ты переживаешь это значит, что ты за это волнуешься что ты за это волнуешься И иногда я стараюсь просто поволноваться Spaß. А почему ты сказал, что бывает не волнуешься? Я не знаю, потому что когда я пою, это вообще-то In front of my friends or something. Или в церкви, потому что я всех знаю. Это как моя семья и я уже с ними, и очень, как сказать, комфортно. Да, комфортно достал. Сначала было очень страшно, а потом постепенно уже к ним привык. Это просто как то же самое мое люди. где мои яйца, нет такого, что я волнуюсь. Продолжаем разговор. Есть у нас еще вопросы к Павлу, какие-нибудь, которые мы могли бы ему задать. Итак, Павел, слушай, а в конце концов, сколько тебе лет? Прямо тебя спрашивают. Да, мы сейчас для девочек узнаем. У нас очень много радиослушательниц. Они вот смотрят сейчас нас. Даже можно посмотреть по интернету. Мне 21. 21 год. Совсем взрослый уже. И ты тоже записываешь песни и исполняешь так прям публично и здорово. Ну здорово, рад за тебя. А ты сказал, ты начал 6 лет назад играть просто на музыкальных инструментах. А сам именно творческий момент, когда ты первого выступил на сцене. Расскажи мне об этом опыте. Я родился в христианской семье. И вот из этого мы с самого детства, я помню, мы все такие разные вещи делали, стихи рассказывали. А ну-ка, какую-нибудь детскую песню вспомни. Сейчас не могу вспомнить. На русском языке рассказывали. Ну, конечно, на русском. На русском. Ну, это были стихи. У меня дедушка, он очень музыкальный человек. Пели звездочка, милая звездочка, ясная. Все пели. Все дети пели в христианских. Я помню. Может быть, пел на самом деле. Это было так давно и все такая неправда, да? Я этого и не помню. Нет, ну ты мне все равно не ответил на вопрос. Первый раз, когда ты вышел на сцену, самый первый раз. Я думаю, я был... Я не помню, когда первый раз вышел на сцену, потому что это было как... Ничего, было как 9 лет вообще-то. Я просто сижу, что рассказал своей сестре, и мы пошли дальше. Ну, тебе было интересно петь с детства, или тебе вот больше интерес появился, когда ты стал уже тинейджером? Да, мне интерес появился, когда я стал ходить... Когда я стал ходить. Когда я стал ходить в хайскул. Вот в этом моменте мне очень как-то коснулась музыка. Перед этом это просто было как... Просто послушал там наш headphones, одел... Скажи, у вас большая семья вообще? У нас, не бы сказал бы, у меня одна сестра и брат. Они тоже музыкальные? Сестра, да. Брат, not so much. Папа у меня очень музыкальный, мама на скрипке играла раньше. А что ж ты скрипку не выбрал тогда? Я не знаю, может быть, просто это было не было... Не узнал мой ой, я не знал мой ой для этого. Понятно. Паша, а ты вообще вдумываешься, когда ты поешь в слова песен? Очень. Ты понимаешь, да, что когда ты исполняешь, самое главное не в красивые ноты, в которые ты попадешь и просто исполнишь песню замечательно и выдашь такой самый крутой звук. Самое важное вот именно это эмоция, именно передать суть песни. Ты тоже так понимаешь? Или здесь я только такая одна? Да, я очень в это верю, что сама песня, она сделана со слов, знаешь. Есть песни без слов, но это просто как потанцеватель, что-то такое. А именно вот эти слова, которые люди придумали, не очень, как сказать, very deep in thought. Даже надо как, как сказать, можно... Глубокомыслящие. Да, глубокомыслящие. Спросла нам на помощь ее. Еще такой вопрос, Паш. Ты знал, что певец, когда он работает на концерте, один час его работы на концерте приравнивается к неделе огромного такого тяжелого физического труда с лопатой, вот по тому, сколько он тратит энергии, эмоций и силы. Знал это? Нет, я только первый раз слышал. Ты когда-нибудь, вот, например, ты отпел, и такой сел, и из тебя как будто бы там семь потов сошло. Я бы не сказал, а мне это как очень нравится. Ну, сейчас ты опроверг. Сейчас ты опроверг все, что я сейчас только что сказал, я так старалась. Я бы так не сказал. Да, да, на самом деле я стою, ложусь спать прям. После концерта, прихожу домой и сплю. Нет, только спела у себя во второй славянской, спустился и сразу же лег. Да, такой сильный груз, скажу, гай, все, я поехал домой. Я устал. Да. Вот, это статистик. А тебя когда-нибудь вот врасплох, вот, заставало что-то? Что такое расплох? Расплох, это вот... Внезапно. Внезапно вот так вот. Вот ты не ожидаешь, не ожидаешь, а тут бам, а тебе нужно что-то сделать, а ты совсем не готов. Да, очень много так происходит. Ага, ну вот этот нежданчик пришел и сейчас, поэтому, Паша, мы очень хотим послушать, как ты вживую поешь. И все наши радиослушатели тоже. Аха-ха-ха, давай. А вдруг ты под фонограмму нам здесь пел? Окей. Я могу спеть одну песню, it's called Thinking Out Loud by Ed Sheeran. Ну, знакомый к этому, я просто спою первые, like, two куплетов. Ну, давай. It starts like this. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard as 23. And I'm thinking about how... Молодец. Значит, ты будешь влюбляться в 23, это значит, через два года, и будешь любить ее до 70 лет. Можешь даже дольше, это как бы нормально. Ну, мы послушали, вживую ты поешь, тоже замечательно. У тебя и слух, и голос есть. У тебя все-все-все впереди. Вы слушаете Новый Русский Радио. Новый день 14.30 АМС Крам. Это 10.10 Русский Радио 7 в Порнаде. И я напоминаю еще раз, что у нас в гостях, в программе «Время талантов», в гостях у нас Павел Цибруш. Вот, Павел, у меня к тебе еще вопрос. Мы же, собственно, подходим к концу. Вот, я хотел бы задать тебе пару вопросов, уже не совсем связанных именно больше с твоим творчеством. А вот расскажи просто, в конце концов, пару слов напоследок о себе. Какие у тебя хобби, какие у тебя увлечения, какой у тебя, в конце концов, любимый фильм? И чем ты живешь, кроме музыки? Чем я живу, кроме музыки? Я работаю в компании transportation company RCG Logistics. И это мне очень нравится работа. Мы, знаешь, находим траков, там грузим, короче. Также я играю в волейбол. Я очень люблю волейбол. То есть ты еще и спортивный, и музыкальный, и творческий, и спортивный. Он еще и крестиком вышивает. И в этом мне, как сказать, нахожу, как сказать, большую радость. Когда, знаешь, с друзьями соберемся где-то и поиграем в волейбол. Доблз с моим друзьям. Это очень такой прикольный эксперт. У меня такой вопрос. Что бы ты хотел пожелать? Вот сейчас современной молодежи, которые ничем не занимаются, и они не могут найти себя. И они всегда кому-то пытаются подражать и не остаются оригиналом. Что бы ты им пожелал? Я бы сначала, как сказать, сказал всем, что кто думает, что, знаешь, у них нет никакого таланта, или они, как сказать, это им Бог не дал так себе играть. Я думаю, что это неправда. Я думаю, у каждого человека есть то, что они, как сказать, любят делать. Это может быть не музыка, это может быть не спорт, это может быть такое самое маленькое. Просто он умеет с людьми разговаривать, он умеет обращаться. Это он может просто перевести бабушку через дорогу. Вот это его талант. Никто так не умеет, как он переводить. Может быть, как... Может быть, как трансфор как-то. Ну да, но это я именно хочу сказать молодежи, потому что много молодежи замечаний, просто много как-то Netflix, такой новая вещь, знаешь, сидят в телевизоре, смотрят что-то такое, а они не могут из этого выйти, такого транса. Заканчивается наша программа. В гостях у нас был Павел Цибруш. Павел, давай попрощаемся уже мы с нашими радиослушателями. Скажи пару слов от прощения. Хорошо. Всем хочу сказать спасибо за такой экспириенс. И всего хорошего. Пока. Пока, Паша. И наш эфир тоже уже подходит к концу. Вот для вас сегодня работали Давид, Аким, Эльвира и Кристина. Сегодня у нас было очень много хорошего настроения, полезной информации. И, как всегда, мы вернемся к вам снова. Поэтому всегда оставайтесь на волне 14.30 М. Помните, мы любим вас. Благословляем ваш субботний сегодня день. В воскресенье тоже проведите. Постарайтесь провести с семьей. Пусть у вас все будет хорошо. Ну, а мы напомним, что сегодня литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака. Пройдет помещение русской библиотеки по адресу 4555 Аубурн Булевард. Авторы-исполнители Люба и Михаил Качан. Музыкальное сопровождение Татьяны Скотт. В 6 часов вечера сегодня приходите. Вход свободный. Будет здорово. Ну, и завершение нашего эфира. Хотелось бы пожелать вам, и вот, Кристин, помнишь эту молитву? Да благословит тебя Господь. Да, и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. И даст тебе мир. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Да. Где-то мы чуть-чуть промазали, но... И помилует тебя. И помилует тебя, да. Да, в общем, вот такими пожеланиями, вот таким благословением сегодня хотелось закончить наш эфир. Пусть у вас все будет хорошо. Берегите себя, родных. Будьте счастливы. Любви вам. До свидания, хорошего дня. Благословения. Пока.